Итак, ребятки, всем привет! Сейчас рассмотрим основные тесты, когда мы человека только положили на стол. Ну, самое первое, такой, скажем, плюсик вам в карму, как специалиста, массажиста, это использовать подогретые масла, на батарее можно, есть специальные конфорки продаются, подогретые электрические такие одеяла, простыни, или просто вот, простын подогревается на батарее, на колорифере, например, да. Самое первое, что мы прожимаем, это вот трапеции, нижняя часть лопаток, где легкие, почки, так вот плотно, не торопясь, к столу прижимаем человека, гребень подвздошной кости, то есть верхняя часть ягодиц, нижняя часть ягодиц, где сидальщий нерв, середина бедра, также сидальщий нерв проходит, середина икроножных мышц, стопы, ну, для стоп можно ноги, чтобы удобнее было. Чуть раздвинуть, и вот стопы прожимаем. И особенно у многих девушек мерзнут пальцы ног, вот их так прогреваем, да, через полотенце, и заворачиваем конвертиком, одним движением легким, просто для полотенца вот так вот, чтобы там не сквозило по ногам, потому что если человек лежит целое час, то он может замерзнуть. Берем за тазовые кости, за крестец плотно, и расшатываем не кожу, да, а вот мы тянем, расшатываем кости, то есть таз, и смотрим за движением по ногам, по пяткам, все суставы хорошо работают. Вверх смотрим, шатается все вот вплоть до макушки. Если где-то не шатается, можно прислонить пальчик к позвоночнику, к остическим костям, да, и немножко так вот его понять, идет движение или нет. Человек, он многосуставный такой, как змея, получается, он должен весь вот так вот ходуном ходить, как змея. Если где-то движения нет, да, затык какой-то, какая-то проблемка, и вставляем руку и проверяем, точно ли есть. Да, значит, на каком-то участке, например, вот блок стоит. Или в обратную сторону, мы с этой стороны раскачиваем, также смотрим на кушку, и до ног доходит движение. Второй рукой тестируем. Так же вот можно за голову, смотрим движение, идет до пяток или не идет. Ну, по крайней мере, таз точно шатается. Видите, ну, в данном случае человек у нас молодой, подвижный, но все хорошо работает. Попробуй протестировать. Лучше прям накреститься. Для начала. Ну, и, соответственно, пока мы это делаем, сразу можно провести опрос пациента, да, что беспокоит, на что обратите внимание. Или, если вам пришел не в первый раз, да, как подействовала процедура после прошлого раза, да, что там стало лучше, хуже. Обычно это располагает клиент, и тоже плюсик вам, копилочку профессионала. Человек начинает больше разговаривать, и, соответственно, больше вам доверяют как специалистов. Ну, а мы пока эти плюсы запишем на доске. Значит, опрос пациента и договор с подсознанием. Договор с подсознанием, это что значит? Что у нас подсознание, оно же отвечает за всю парасимпатическую систему нервную человека, оно постоянно держит организм под контролем. Мужичок постоянно держит вертикали, границы всякие, твердости, чтобы человек понимал, или жестко, или мягко, да, стоит он ровно, или он сейчас упадет, облокотился ли он на стену, или там что-то рухнет, да, то есть постоянно, ежесекундно идет постоянно такой опрос каждой мускулки мозжечком. Постоянно 300 тысяч сигналов в секунду посылает, постоянно получает ответ. Если где-то стоит блок, значит, ответ не получает до конца мозжечок, да. Если шея зажата, постоянно мышцы, как каменные такие бывают, да, значит, не получает. И когда мы их разжимаем, бывает такое происходит у человека, что у него головокружение начинается, или он даже так на 5 секунд в обморок может уйти после мануальной правки, не пугайтесь, это просто хлынул информационный поток от организма, который он до этого недополучал, и тут вдруг, знаете, как компьютер переразгружается, и немножко подвисает. Вот. А отвечает за положение тела, стоя, никогда мы смирно, по стойке смирно не стоим, даже солдаты. Они всегда как-то там настраиваются, какие-то струнки там работают, и за все за это отвечает большой палец ноги. Соответственно, он напрямую связан с мозгом, и поэтому мы ставим обязательно большую высокую подушку, во-первых, видите, чтобы пятки были выше сердца, да, это уже идет отток лимфотока, и ставим подушку не на стопы, не на голень, да, а именно вот на самый сгиб, сгиб, чтобы большой палец провисал вниз, и, соответственно, в этот момент он в невесомости находится, да, он разгружается, идет на подсознание сигнал, что успокойся, расслабься. Не верится никогда сознанию, сознание нас всегда обманывает, оно глукавое, оно все время прячется за что-то, за какими-то собственными махинациями, человек вам все время будет говорить, да я здоров, да я расслаблен, а на самом деле там все, наоборот, сжато, непроизвольно. Значит, самые зажатые места у нас поясница. Как правило, всегда виноваты мышцы, ну, в 80% случаев, да, поэтому мы тестируем мышечное тестирование, где паравертебральные мышцы крепятся к подвздошным костям, прямо вот здесь, близко от позвоночника, от оси, да, по два пальца примерно ступили, продавили и прямо вот эти мышцы вот так вот прокатали, больно, не больно, спрашиваем, слева или справа, где больнее, да, если нет сигнала, то дальше тестировать как бы и нет смысла, или он жалуется, например, куда-то вот сюда жалуется человек, тогда только здесь проверяем, только одно место можно просто тестировать, да, а если жалуются, ой, а если больно, да, то тогда дальше идем паравертебральные мышцы, они широкие, уже по три пальца отступаем, это получается на фасеточный сустав мы попадаем. Протестировали вот эти места, ну, если не больно, дальше можно тестировать. Так, я пока запишу мышечное тестирование. Вообще, по договору с подсознанием, да, вот мы начинаем вот это как метроном, включаем за таз, расшатываем его, это уже оказывает лечебный эффект для поясницы, поясничные мышцы расслабляются, да, и, соответственно, спрашиваем с подсознанием, ой, спрашиваем у человека опрос, да, что, где, на что обратить внимание, и дополнительно это движение, оно похоже на укачивание в рюльке, в рюльке, у нас генетическая память срабатывает, да, и подсознание больше отключается, оно начинает расслаблять вот эти мышцы, которые у некоторых держали, были зажаты, представьте, несколько лет, а то и всю жизнь. Дальше нас интересует мышца дельтавидная, ой, трапеция нижняя, ее видно, когда человек, вот, сделай руки так, как будто сдаешься, хайгитлер, вот она, видите, видна получилась, вот она крепится, получается, к середине лопатки, вот это ямочка, это вершин уголок лопатки, тоже вторая точка, вот эти точки приметили, отпускай руки, расслабляйся, вот их продавили здесь, если есть боль, например, с одной стороны, с другой нет, то это, обращаю внимание, где крепится мышца здесь, крепится мышца здесь, и посерединке, вот такая загона получается, потом вот этот уголок и трапецию сверху, вот тут посередине прямо этого участка, бывает, прям мышца зажата так, что как шарик такой там внутри. прям где лопатка, в основном лопатке, ну, к слову сказать, что тут бывают вообще три-четыре точки вот так идут, они же акупунктурные, они же триггерные точки, дальше мы будем проходить по триггерные точки, там уже расскажу, как на них воздействовать. На место крепления трапеции? Да, да. Можно даже и пониже вот это место крепление. Крепица трапеции примерно 10-11 позвонок. Верхнюю часть. Два основные точки изрисуем. Они уже, конечно, отметились на коже сами. Рук лопатки. Ну, и на шее так же, под черепом. Тут жилось на лбом, чтобы человек уперся в стол. Да. Соответственно, вот паралитебральный, прежде всего, нас интересует под черепом. И вот разгибатели рядом с шеей, вот сбоку. Так, теперь проверяем на тест на грыжу. Как правило, на L5S1, вот где вот тут ямочки у людей, да, особенно у женщин, у них хорошо заметны, между ними как раз идет сочинение. L5S1. Прямо на него нажимаем мягко. Можно пальцем, конечно, больших, ну, мягче вот этой мякотью. Ладони. И по тенорам. И с усилием вниз стрядаем. Секну до 3. И спрашиваем, болит не вместе нажать, а в глубине или нет? Ну, кто-то говорит, в живот отдает, например, да, или прям стреляет в ногу, простреливает. Человеку сразу будет больно. Это сигнал о том, что есть грыжа. Если боль слабая, то, скорее всего, ну, такая тупая, то, скорее всего, это не грыжа, не пугается сразу человека. Это протрузия. Протрузия считается у нас до 4-5 мм. Это еще протрузия. Поэтому можете предупредить, что МРТ, например, тебе не надо делать, потому что там протрузия, с этим можно работать. Ничего страшного. Если у человека уже острая боль, то обязательно посылайте на МРТ, чтобы обезопасить свою работу. Ну, да, вот так вот 3-4 позвонка проверили, сочинение там L4, L5, L3, L4. Если не болит, то выше идти нет смысла. Как правило, поистичный грудной переход там тоже может быть. Либо грыжа сморда, либо еще какая-то. И шейно-грудной переход там же вот. Продавливаем. Можно не обязательно попадать в конкретный позвонок, да? Просто вся эта область уже сокращается от нажатия, да? И там, соответственно, образуется, либо не образуется боль. В шее можно зажать фасеточные суставы сбоку. То есть у нас хрустит что? Не сам позвоночник хрустит, а хрустит вот эти вот отличные суставы. Чтобы их соединить, мы наконяем экстензию голову назад, до ворот, и вот так прижимаем. Получается, если там есть какой-то артроз, артрит, то, соответственно, будет боль. То есть вот чуть назад забыл, вот так вот, делаем экстензию с этой стороны, и даем прямо в тело. Нету боль. В эту сторону. И даем прямо в тело. Нету боль, да? Ну, пока будет, да. Это удобнее, конечно, стоит делать. То есть с любой стороны ты можешь стать, с той стороны. Так. Что ты должен? Нет, нет, экстензию, экстензию делаем. Вот так. Экстензия и натерофлексия немножко вот так. То есть смотрите, 45 градусов наклон назад, 45 градусов наклон вбок и 45 градусов ротации. Вот под таким углом мы давим. Я говорю так. Не больно, да? Если где-то больно, то там можете шкалу пятибальную, десятибальную сказать человеку. Пятибальную, например, насколько больно. На трупную, четверку, так вот, да. Теперь у нас мышцы идут, в основном, если зажата здесь или грыжа, как правило, они стреляют по седальщему нерву. Седальщий нерв идет прямо по центру ягодицы. Чтобы его определить, вот так вот нарисуем. Вот вертся у бедра точка. Это ямочка. Точку рисуем. И седальщая кость, на которой мы, собственно говоря, сидим. Если их соединить, получается равнобеданный треугольник. и гусектриса этого треугольника, нам покажет, где начинается седающий нерв. Он, как правило, толстый, толщинаю с палец, представляете, вот так вот он идет. Соответственно, его прижимает грушевидная мышца, она идет от крестца. Вот отсюда идет, вот так вот, крепится к бедренной кости. Большая ягодичная мышца крепится, вот тут такой-то уголок есть. От этой точки примерно три пальца стоит вступить. Вот здесь уголок. Отсюда крепится большая ягодичная мышца. Еще где-то там три пальца вступить, получается, малая ягодичная, ну, средняя ягодичная мышца. Еще примерно три пальца вступить, малая ягодичная мышца она открепится. Получается, у нас места, которые мы проверяем, точка вступили, первая точка крепления, кверть слову они прям идут, вторая точка крепления, так, три пальца вступили, это точка крепления, это точка крепления. Здесь, здесь точки крепятся. Если больно, то еще можно серединку этих отрезков, вот так получается. И грушевидная мышца, она, вот она вот отсюда идет, получается, она прям прощупывается, так же точка крепления здесь, здесь, и здесь. Грушевидная, ну как, вот когда назад, да, мы подклоняем, вот, соответственно, берем эти наши точки, да, мы прожимаем, здесь больно, не больно, следующие мышцы, больно, не больно, справим, слева или справа, где больнее. Потом грушевидную берем, здесь седальщина, поперек, поперек этой мышцы, раз, если боль есть, проверяем дальше, есть, стреляем, например, по этой ноге, да, тогда проверяем точку, где между, между седальщиной, костью, и бедром, прям по центру, здесь вот точка, тоже такая, триггерная точка, а вы подойдите, поближе, посмотрите, а, мать, это, конечно, лучше бы здесь, чтобы видеть все наглядно, посмотрите на эти точки, прям попереку, так ее зажимай, они будут там, если мышца зажата, она будет прям, как вот карандаш, как палец, там прям через нее, такой чик-чик, там чувствуешь ее, ну, нам все же не попался здоровый пациент, у него ничего не болит, к слову скажу, позвонки друг от друга находятся примерно на расстоянии двух пальцев, поэтому вот наши точки, так же примерно на расстоянии двух пальцев находятся, далее, если стреляет, например, по этой ноге не стреляет, нам тогда это неинтересно, по этой ноге стреляет, значит, точку прожимаем прям по центру бедра, где раздваивается двуглавая мышца, там еще дальше не ходит, прямо сильно, может даже локтем, точку сбоку, от нее получается, и примерно на расстоянии ладони, точку чуть выше, где же идет нерв, идет прямо сюда вот, тут раздваивается, один сюда пошел, другой прямо, получается по нему точку, вот примерно от середины икроножной мышцы, где он на переход сухожилия, тоже прямо на череда пальца, вот так вот точки идут, здесь три пальца вбок откладываем, вот тут точка, часто ее зажимает мышца, малоберцовая мышца, и с этой стороны пошли точки, положим его, сейчас, чтобы вам было ближе видно, подойдите сюда, посмотрите, сейчас вот между костями, да, вот малоберцовая кость, ее можно ощупать, вот она, и большая берцовая, между ними, прямо посередине, идут точки, как понять, мышца это или нерв, если мы жмем прямо на мышцу, то мышца болит, если нерв, надо прижать кости, кости прижимаем, либо к этой, либо к этой кости, мы оберцовываем, передавили, боль еще острее будет, тогда это нерв, соответственно, продавили, продавили, дальше она идет до большого пальца, вот здесь примерно, где они стыкуются, а тут нерв идет до мизинца, с той стороны, то есть, в этом нерв продолжается, вот так вот, вот попробуй-ка, протестируй, да так, секунды по 2-3, если не больно, то в принципе, нет смысла дальше искать, вот, это нам говорит о том, что идет иннервация, соответственно, от седалищего нерва, вот отсюда, да, она может быть вот здесь отключена, а только начаться на икре, например, да, или только на стопе, стопа у человека не имеет, в итоге, либо постоянно сжет ее, тогда можно применить блокаду, в этом случае, к сожалению, не получится массаж, устранить, да, либо причину ищем выше, значит, причина, либо ягодичные мышцы зажаты, что очень часто бывает, грушевидные мышцы, работаем тогда с ней, либо это бывают поясничные мышцы зажаты, работаем с ними, либо это бывает грыжа, тогда идем на вытяжение, тракционный стол для человека, чтобы вытянуть вот эту грыжу или протрузию, вот таким способом мы это тестируем, сейчас это все напишу на доске, а если вы не с нами, друзья, то зря вы многое теряете, лучше вам быть здесь на тренинге, познавать все на живой натуре, у нас чисто практические тренинги, да, у Олега Аллафагудвина, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте нам лайки, до новых встреч, дорогие друзья, так, ну и большой палец давлю, подавил, вот, это основная точка, которая нам говорит о том, к чему мы будем приступать в нашей работе, ну а дальше у нас начнется практика, и только практика массажа, жесткого мануального массажа,